Добрый вечер, уважаемые коллеги. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность выступить в рамках конференции. Тема моего доклада звучит как «Ложное прогрессирование на иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого». И, наверное, подробно говорить о самой иммунотерапии после шикарного доклада я не буду и буду достаточно краткой. Если говорить изначально о критериях оценки опухоли, то необходимость их внедрения появилась с появлением химиотерапии. И появились первые работы, в которых максимально старались изначально описывать клинические показатели, клинические биохимические анализы крови, чтобы хоть как-то постараться оценить эффект терапии. Но все-таки ученые все больше понимали, что нам необходимо будет каким-то образом оценивать, систематизировать знания. И уже качественная оценка опухоли больше или меньше не так эффективна, и поэтому перешли к количественным. В 1979 году создается первая шкала ВОЗ, которая претерпевала достаточно большую критику. Но стоит сказать, что это была первая шкала, и это была первая попытка к тому, чтобы как-то систематизировать эти знания. Далее было усовершенствование, и уже в 2000 году появляется шкала Рецист. Но вот с появлением иммуно-онкологических препаратов все больше стали понимать, что критерии, даже новые критерии Рецист-1.1 не так могут помочь описать опухоль. И тем самым начали предлагать другие шкалы. Что касается такого термина, как псевдопрогрессирование, те, кто занимается лечением пациентов, таких пациентов, сталкивались, наверное, каждый сталкивался с этим понятием. Что же такое псевдопрогрессирование? Стоит сказать, что механизм действия иммуно-онкологических препаратов, он качественно отличается от действия, к примеру, химиотерапии. Если мы привыкли, что вводя химиотерапию, вводя цитостатик, у нас опухоль клетки разрушается, тем самым опухоль уменьшается, то особенность, механизм действия иммунологических препаратов, он заключается в том, что идет активация клеток, тем самым механизм псевдопрогрессирования может развиваться за счет инфильтрации опухоли лимфоцитами. В результате чего, если мы будем оценивать по шкале, допустим, привычный, как рецист 1.1, по которому оцениваем таргетные препараты или оцениваем лечение химиотерапии, то не всегда это будет верно. В ходе своего доклада я буквально представлю пару случаев, которые встречались в нашем центре с возможным псевдопрогрессированием, и хотелось бы услышать ваше мнение на это. Итак, первый случай. Пациент 58 лет. Изначально диагноз плоскоклеточная опухоль верхней доли левого легкого. Клинически стадировалось как Т3Н2М1. Стоит сказать, что метастазы были изначально в костях. Далее пациент получил лекарственное лечение по схеме этапозитцисплотин, после чего выявлено прогрессирование. У пациента был оценен уровень ПДЛ более 70%. Учитывая его общий статус, это ЭКОК-1, в качестве второй линии лекарственного лечения мы выбрали терапию неволумабом. Если посмотреть на снимки, то можно увидеть, что есть основной очаг в легком и, собственно, в печени. Небольшие очаги. Что же мы ожидали увидеть после 4 недель на фоне терапии? Такая картина была у нас. Мы можем увидеть, что первичная опухоль стала несколько меньше, но, однако, очаг в печени значительно увеличился. И вот стоит первый вопрос. Что же нам делать? Как же нам расценить эту ситуацию? Расценить ее как прогрессирование или расценить как ложное прогрессирование? Учитывая объективное состояние пациента, оно не стало хуже, мы все-таки пошли по пути того, что, вероятнее всего, это ложное прогрессирование. И мы сделали еще два введения, после чего мы повторили оценку эффекта. Вот такая картинка представилась перед нами. Значит, это то, что у нас было. Получается, это два месяца после того, как мы начали, и у нас было прогрессирование. Далее это у нас через месяц. И можно обратить внимание, что в печени очаг стал значительно меньше, и уже оценивая по шкале все-таки рецист 1.1, уменьшение опухоли на 31%. Далее пациент этот продолжал лечение, но, к сожалению, достаточно через месяц у этого пациента возникло прогрессирование в головной мозг, и пациент ушел. Следующий пациент – это мужчина, 66 лет, также с плоскоклеточным заболеванием верхней доли левого легкого, клинический как Т4, М3, М1. Метастазы были в костях. Уровень ПДЛ был более 20%. Было выполнено на первом этапе, первая линия была химиотерапия, выбрана гемцитабин с цисплатином. Эффект был в виде частичного регресса, однако через два месяца у пациента отмечалось прогрессирование. По ЭКОК статусу был 2. И в качестве второй линии мы также выбрали лечение неволумом. Здесь у нас немножко картина другая. Через два месяца, вот вы видите снимки, то, что у нас было, то, что сейчас, пациент обращается к нам с жалобами на фоне лечения. У него появилась одышка, лихорадка до 38,2 и слабость. Мы выполнили клинический анализ крови, то есть, в принципе, лейкоциты на нормальном уровне, однако имеется тенденция к повышению. И уровень цирреактивного белка достаточно высокий. У этого пациента мы провели антибактериальную терапию, в результате чего купировалась лихорадка. Состояние пациента несколько стабилизировалось. По анализам крови цирреактивный белок снижался. Но вот встает вопрос, что же делать дальше? И как интерпретировать эту ситуацию? То есть, как прогрессирование или как ложное прогрессирование? Так как этот случай буквально, наверное, за несколько дней случился до, собственно, моего доклада, поэтому я посчитала, что актуально его вынести на обсуждение со всеми. У каждого, скорее всего, будет свое мнение. Поэтому, как мы расценили все-таки, что, наверное, каждый исследователь надеется в душе, что у пациента будет псевдопрогрессирование. Поэтому я думаю, что через месяц мы все-таки повторим у этого пациента обследование, и уже будет ясно, правы мы были или нет. Что же касается литературных данных, то все-таки псевдопрогрессия при раке легкого, она встречается не так часто, всего в 5% случаев. Поэтому, несмотря на то, что каждый из нас хочет верить, что именно у его пациента имеется эффект псевдопрогрессирования, что мы скоро получим замечательный ответ на лечение, нужно не забывать об этом. На одни критерии нельзя основываться. Спасибо. Спасибо.